В нескольких районах Германии прошли антитеррористические рейды. Полиция провела обыски в 12 домах и общежитиях для беженцев в Тюрингии, Саксонии, Баварии, Северной Рейн-Вестфалии и Гамбурге. Под подозрение правоохранителей попали беженцы чеченского происхождения. Обвиняемых в общей сложности 14 человек, 11 мужчин и три женщины в возрасте от 21 до 31 года. Все они российские граждане чеченского происхождения. Одного из них, 28-летнего мужчину, полиция задержала. В отношении него с 2015 года шло расследование по подозрению в планировании тяжкого преступления и связи с ИГИЛ. Главный подозреваемый обвиняется в подготовке серьёзного преступления, угрожающего государственной безопасности. Он планировал уехать в Сирию, чтобы присоединиться там к боевикам. Правоохранители не сообщают, задержаны ли остальные подозреваемые. Однако известно, что их обвиняют в финансировании терроризма. Ранее в этом месяце немецкая полиция арестовала беженца по подозрению в планировании крупного теракта в Берлине. В его квартире во время обыска нашли полтора килограмма взрывчатых веществ. Арестованный покончил с собой в тюрьме. Европейский Центробанк знает о растущих издержках для финансового сектора от свободной монетарной политики и предпочёл бы не сохранять процентные ставки на слишком низком уровне. Об этом глава Центробанка Марио Драги сказал во время выступления в Берлине. Он признал тот факт, что низкие ставки сокращают доходы банка, в частности немецких. Мы бы предпочли не сохранять процентные ставки на таком низком уровне слишком долго, поскольку со временем это может создать негативную побочную реакцию. При этом он отметил положительные стороны программы агрессивной скупки активов и низких процентных ставок. Ранее звучали обвинения, что такая политика ведёт к росту социального неравенства и ослабляет экономики стран ЕС. Драги опроверг бытующее в Германии мнение, что низкие процентные ставки больно бьют по мелким вкладчикам. Монетарная политика защищает интересы вкладчиков, сокращая нехватку продукции и поддерживая экономический потенциал, от которого зависит доход вкладчиков. «По словам главы ЕСБ, низкие процентные ставки создают риски для экономики, но пока ситуация не критическая». «Мы очень внимательно следим за возможными рисками посредством единого механизма банковского надзора. Пока никаких признаков рисков для финансовой стабильности нет». ЕСБ также пытается сохранить свою программу количественного смягчения по меньшей мере до марта следующего года. Она заключается в ежемесячном выкупе активов на 80 миллиардов евро. Правительство Украины намерено повысить минимальную зарплату уже в следующем году. Увеличить хотят до 3200 гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Это коснётся не только государственного, но и частного сектора. Ранее в проекте госбюджета предполагалось повысить минимальную зарплату до 1600 гривен. Но, по словам Гройсмана, правительству удалось найти средства для более существенного повышения. С повышением минимальной зарплаты вырастет и прожиточный минимум. Федеральный суд США утвердил рекордную компенсацию из-за дизельного скандала. Volkswagen выплатит 14 миллиардов 700 миллионов долларов. 10 миллиардов автогигант потратит на компенсации владельцам 475 тысяч дизельных машин с программным обеспечением, которое занижает показатели уровня выбросов. В середине ноября концерн также начнёт выкупать эти авто или ремонтировать. Ещё 4 миллиарда 700 миллионов Volkswagen потратит на развитие программы экологичного автомобилестроения и другие проекты, призванные снизить объёмы выброса выхлопных газов. Volkswagen хотел расти, и этот инцидент оттолкнул его назад. Самым трудным для Volkswagen будет восстановить доверие своих дилеров, нынешних и будущих клиентов. Он должен будет представить на американском рынке новую продукцию. И он начинает это делать. Особенно в сегменте спортивных авто. Но на американском рынке восстановление будет долгим. В общей сложности автопроизводитель согласился выделить до 16,5 миллиардов. В эту сумму включены компенсации дилерам, штатам и выплаты адвокатам автовладельцев. Дизельный скандал разразился в сентябре прошлого года. Агентство охраны окружающей среды США обвинило концерн в установке на дизельные автомобили с двухлитровым двигателем, фальсифицирующего программное обеспечение. Во время тестирования оно занижало показатели уровня вредных выбросов. Надзорный орган потребовал отозвать почти полмиллиона машин. Позже немецкий автопроизводитель сообщил, что по всему миру проданы 11 миллионов таких автомобилей, выпущенных под маркой Volkswagen, Audi и Skoda. Однако на этом претензии концерна не закончились. Агентство охраны окружающей среды США заподозрило его в установке такого же ПО на дизельные машины с двигателем объемом 3 литра. Обвинение коснулось 85 тысяч автомобилей Porsche, Audi и Volkswagen 2014-2015 годов выпуска. Концерну также предстоит выплатить штраф в Министерство юстиции США за нарушение законов о загрязнении воздуха. Кроме того, на него поданы судебные иски по меньшей мере в 16 штатах страны.